Всем привет! В этом видео мы начинаем делать гидроизоляцию пола в вышевой кабине. Устанавливаем трап слива и начинаем прокладывать теплый пол. Устанавливаем трубу. И так мы купили трап вот такой вот, выбрали его просто на маркетпринсе вот и сейчас мы будем его устанавливать и ставить гидроизоляцию вот этой вот штуки это как называется слив в душевой. Помощь нужна? Вот, ровно я вошел. Там нужно, чтобы резинка прошла. Там есть какая-то резинка, уплотнитель, да? Да. Давай подержу одну вот эту часть. Все, пошел. Хорошо, да? Отлично. Отлично. У нас ровно. Ага, у нас супер получилось. Все вот так вот. Представляете здесь. Перед этим мы там сделали болгатый, подрезали там. Вот так вот чуть-чуть выровняем, чтобы. Вот. Угу. Давайте покажу, что получилось. Хорошо. Вроде хорошо получилось. Там уже будем смотреть на практике. Потому что делаем это первый раз. Мы не профессионалы, но учимся, смотрим видео других пользователей. Сами знаем из жизни. Делали ремонт. Да. Ну и сейчас попробуем. Будем витамитом пробовать. Посмотрим, что это такое. Потом скажем, какое у него качество в виде эксперимента. Так, это у нас специальное волокно. Ну, как оно называется, не помнишь? Геотекстиль. Геотекстиль, да? Да. Возьмем геотекстиль кусочек. Режем. И, соответственно, что. Режете плохо? Угу. Ну, не важно. Вот так вот все нужно в жизни уметь. Такой кусочек просто маленький, да? Не взросленький. Чтобы мог. А размеры его? Вот, нам нужно обязательно, чтобы он лег вот так вот. И сюда, под низ. Угу. Под трубу. А не маленький размер? Можно было побольше? Нет, 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 нет. Все нормально. Здесь он ляжет под трубу полностью. Мы его здесь уложим. Ну, сейчас с одной стороны промажем гидроизоляцией. Это пока вынимаем. Вот так вот. Чтобы его ставить. И следующий этап, да? Петчатки я видим. Не хочется, чтобы руки были в гидроизоляции. Выключи. Промазать. Так, открыли. Она какая-то розового цвета. Есть розовая, есть голубая. Думали, брали голубую. Казалось, розовая. Нормально. Нормально. А количество ее сколько промазывать? Ну, такая штук. Требка пропиталась. Ну, это там, наверное, туда. Да. На этом. Сперва здесь. Вот такие. Так красиво. Ах! Ах! Получается. Калеки-малеки современные. Берем. Искусство. И там. Так. Идем. Будем. Подкладывать. Везде. Вот. Она у нас. Таким образом. Таким, да? Подложим все. Подложим. А для чего мы это делаем? Вот раствор, что он такой? Как цемент? Нет. Это именно гидроизолирует, чтобы влага не проникала. А геотекстиль, он просто делает более такой, даже если будет подвижно, более крепким. Он потом застынет, да? Хорошо. Положим. 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 Так. Угу. Вот. Здесь мы еще не промылили. Здесь мы зальем. Сейчас тоже сюда заложим. Заложим потом кусочек. Я текст. А сейчас мы здесь сверху промажем. Угу. Угу. Ну, что. В принципе, получается. Посмотрим, что будет дальше. Ну, вот этой ядроизоляцией мы будем все поверхности промазывать. Вот здесь первый. Угу. нормально заходите даже границы я думаю только по тряпочке не можно нужно заходить за границ это же у нас это криво поле мочевина вся вздулась потом расскажем какие у нас были на нем одежды что это все вылилось и что у нас получилось нашим подвале у нас должен быть уклон обязательно будем мерить уклон после этого мешает ну вот есть небольшой уклон здесь а здесь вот дальше больше здесь рисочки вот этот пузырек должен быть между рисочками вот так вот если ровно вот так ровно просто тем кто делает постоянный ремонт для них это все понятно а мы на своем опыте знаем как вроде бы простые вещи да как сложно иногда это понять что и как покажи у нас сейчас сделаем чтобы был нормальный уклон мы взяли такую вот ленту перфорированную притягивать чтобы наш пузырек который вы смотрели перед этим был в серединке наш уклон был нормальным как узнать где притянуть все таки где этот пузырек нет ну пузырек то вот он да а я думала что пузырек может быть посередине где вот эти две линии что что это если нужно чтобы ровно было вот так нам нужно чтобы он обязательно наоборот нужен уклон отлично для меня пришло ну что ждет не во всем на мастера где-то всегда учимся зима велен зима вино чем больше мы учимся тем больше знаю у нас получился уклон а теперь что будем итак я все-таки переспросила своего мистера геннадия пусть для чайников как для меня я хочу хотела разобраться и мы делали уклон для того чтобы вот здесь вот из тропа вода стекала вот сюда вот поэтому уклон у нас должен быть вот такой вот получается да вот такой вот из тропа вот сюда мы сделали уклон а потом у нас будет наоборот должен быть уклон от отсюда вот до от начала правильно до нашего на нашей душевой углу уклон пола будет идти уже туда к стенке ну все спасибо за разъяснение как темно дальше здесь не задела ничего это отдельный щук сучку внутри это тоже целое искусство в общем-то быть строителем монтажником кто-то еще с тобой хорошо что сейчас есть интернет много источников пишите свои комментарии может быть вы нас чему-то еще научите нас еще впереди целый дом впереди поэтому очень будут нужны ваши советы говорится 10 или 100 лучше присоединяйтесь к нам будем вместе строить все плоскости на будет плитка будет он до такого уровня пол до сюда будет вот здесь мы приподнимем все у нас получилось гидроизоляции душевого тропа завершу итак мы продолжаем гидроизолировать нашу душевую комнату вот и я из геотекстиля 10 лет 15 сантиметров шириной вырезанную такую большую ленточку для себя открываем нас гидроизоляция высокоэластичной полимерной мы ее не рекламируем мы ее взяли первый раз расскажем что и как было так мой пророк геннадий сказал мне что я должна нанести вот сюда насколько я понимаю делаю это первый раз вот никогда в жизни этого не делала я так понимаю что я сюда вот должна покажу покажу что получилось вот сюда тоже вот нанести сейчас попробуем часть что делать будем берем эту нашу ленточку потому что если у тебя руки не оттуда но будем пробовать чтобы они были оттуда вот делаем вот так чтобы хорошо здесь для чего мы это делаем насколько потому чтобы вода потом дальнейшем у нас нет прошлась правильно через вот эти стыки правильно делаю или нет что я делаю не так чур скажите мистер геннадий это нам расставит в комментариях ну да делаем первый раз может быть кто-то скажет что я что-то делаю не так но насколько я поняла это нужно делать вот так вот и потом еще и сверху этой тряпочки тоже вот так вот заделывать все это делаю ну что потом она застынет и вот сейчас так я это буду делать потом покажу что у меня уже получилось по краю и так я здесь конечно сделала ребята неправильно оказывается я очень много наложила такого не должно быть вот то есть сейчас мы будем это все исправлять насколько я поняла оно должно прям просто вот так вот сильно туда прижиматься и вот этого лишнего я буду потихонечку убирать вот это лишний год вот так вот прижимать какой-то у нас да да не понимаю если что я лишнее наверно вот сюда сделаешь вот вот так вот убираем потому что лишним должно быть ну наверное все таки удобней было бы на тряпку внести первый раз вот да я просто прошли это тогда же продолжу я просто вот так вот возьму на нанесу лучше на тряпочку не на стену вот и дальше ее приклею и уже раз ну сделаем вот так вот потому что все таки это более наверное будет удобнее чем на стену и тогда она ведь так хорошо размазывается и не будет того что я сейчас потому что у меня произошло произошло у меня вот что что у меня лишнее получилось тут есть какой-то гвоздь если ты не строитель и у тебя это первый раз потом возможно такие ошибки ну ничего страшно смотрите чем не получил потихонечку тут все уберу дальше пройду и вам потом покажу лишь набираю что у меня было тут работа красиво и так смотрите я дошла почти до угла насколько я была мы сейчас смотрите с вами что сделаем вот так вот до угла доходит здесь я потом еще тут сейчас все расправлю вот потом заверну ткань сделаю еще сверху сюда немножко до сделаю и теперь что сейчас будет чтобы понимали да я сейчас буду попытаться промазывать вот эту вот ленту ведь как я это буду делать я вот здесь внизу вот здесь по этому краю да нанесу вот столько раствора потом туда просуну потихонечку так буду идти чтобы было чисто у меня просуну потом залезу вот сюда вниз да и туда раствор сделаю и представим что это там и там потом рукой внутренние я расправлю и вот эту вот штучку так вот уплотню я покажу потом сейчас как это буду делать и так потихонечку мы пойдем то есть до половинки давайте попробуем это сделать не получится значит перед тема иногда ничего бояться и так я нанесла нет я нанесла наверно получается неправильно не в ту сторону я нанесла правильно или в ту сторону тоже должно обязательно это правильно значит я нанесла теперь мы переворачиваем я наношу еще и сюда прям зачем я же буду туда под низ подсыпать или я не права сейчас мы посмотрим смотрите с двух сторон я сейчас попробую просто проэкспериментирую вместе теперь я вот эту вот штуку вот туда правильно делаю значит у нас получится с двух сторон и там да и там вот и потом и так дальше все сюда пойдут но нанесу вот тут угол вот так наверное да сделаю вот сейчас я вот этот сделаю этап потом дальше и потом покажу начали угол делаю все все правильно итак у нас тарарам мы конечно чуть не поругались но мы молодцы потому что мы начали сверлить дырки сейчас покажу вот здесь вот хотели покладывать теплый пол и моя тряпочка благополучно свернулась вот это которую я только что делала это уже повторное наложение так вот кроме этого вы решили что все-таки все должно быть качественно и сейчас мы поставим вот сюда вот стену гипсокартона нормально да здесь мы все это сняли вот и все таки чтобы все было промазано и вот это у нас не промазано когда мы сняли да а это ведь важно тут будет вода которая потом течь поэтому будем переделывать смотрите как мы это будем делать не делать и как мы первый раз у нас первый раз не получилось можно будет это посмотреть и мы решили немножко по-другому сделать сделали сейчас короб вот сюда стенку можно будет сравнить посмотреть что у нас было и сделали такую суду под сидушку короб вот здесь у нас вот сидушка где можно будет улица душевой спокойненько посидеть помечтать в общем наслаждаться надеюсь когда это произойдет так вот мы продолжаем что мы делаем мы сделали вот здесь вот нанесли по этой по этой же технологии в общем самое лучшее получилось это просто вот надо взять и нанести на на этот материал это будет и быстрее и удобнее так наносим наношу полностью теперь я немножко это делаю побыстрее когда уже получилось несколько штучек то получилось прикольно и можно уже не бояться когда я первый раз это делал я немножечко боялась так вот теперь вот куда вот аккуратненько так вот и потом я еще раз сейчас сверху вот так хорошо уплотню также вот здесь нанесу потом сделаю вот так вот нужно будет посмотреть делаю угол то есть на пол можно побольше всего да а на стену лучше в один слой чтобы потом плитка хорошо легла ну а на пол можно по разному класть тут будет потом пол теплый будем делать вот так вот и продолжаем намазывать спокойненько а потом еще пройдусь вот тут вот сверху потом встретимся в конце делайте второй раз прохожусь вот этой штуки она вот чтобы не отходило лучше конечно чего кот задерживать перчатках не страшно все таки хорошо нам так взялось так получилось в принципе неплохо и сейчас вот так вот пройду маляки-маляки размажем вот глаза боятся а руки делаю вот так вот дальше делаю вот такая вот простота получается я уже положила и повторно сейчас сделаю вот так вот так вот просто нажимаем вот там засохнет и будет все красиво ну лишнее убираем вот так вот у нас тут будет даже вот так вот чтобы еще не сделаны вот эти вот углы мы потом сделаем главное все делаем с хорошим настроением да? да Джеска что-то там себе ищет добычу ну в общем то посмотрите какая красота у нас получилась и что мы сейчас будем делать как вы думаете теплый пол это я делаю первый раз это о чем говорить что никогда не поздно начинать брать в руки шпатель вот такой ну ладно до встречи так мы сейчас укладываем вот под теплый пол чтобы наша цветушка была теплой нам пришлось тут еще немножко повозиться с дырочками которые нужно заранее конечно делать вот там я показываю где наш провод теплого пола вот ну вроде бы все пока получается и сейчас мы вот вот так вот и выложили это выглядит вот такая катушка и вот мы ее сейчас распрямили просунули через отверстие достаточник �로 достаточник достаточник Держи. Вот такая солюшечка будет у нас, с теплым фотокрепчиком, сделанная своими руками, хендмейд, да, если вы такую хотите, делайте, ничего нет невозможного, можно начать с третьего раза, как мы сегодня, по нескольку разу. Так, значит, мы что сделали? Протянули вот так вот трубы и сейчас будем вот эту вот трубу протягивать туда. Идет? Вот пошла она, я толкаю здесь снизу, да, толкает, ой, стой, стой, стой. Да, толкает сверху, с другой стороны. Чтобы она не перекрутилась. В общем, работа кипит у нас. О боже, стоп, стоп, стоп. О, меня даже запоймали. Маленький такой вот, о, 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 о. Привет всем. Вот, что мы делаем. Я так понимаю, что мы сейчас вот туда, да, пойдем? Она почему-то перекрученная у нас. Или это не страшно? Вот, ничего, нужно развернуть, чтобы не было петли. Давай, пробуй. Я не знаю, может не надо? Пусть петля какая-нибудь будет. Нет, 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 не должно быть. Ужас. А вот это вот, я помню, как мы провода делали, когда проводили электричество. Ну, сейчас тут тоже, так вот, много-много километров можно будет провернуть трубы. Не торопись. Здесь, конечно, сложно, но он еще другой, это не поломать. Потому что реально... Вот. Да, ура. Там можешь расправлять. Да, и там у меня получилось все, что я делала красиво. Вот, сейчас мне нужно сделать еще красивее. Потому что это не делай, иначе-то засохнет. И потом мы ничего не сделаем. Вот. Вот. Боюсь. Вот, девчонки. Вот, что я вам скажу. А если будет больно, я его не покажу. Ну что, он наш зовет. Да? Ну, в общем, это как-то так. Кто скажет, что я делаю неправильно, кто не без греха. Пускай приезжает делает. Пускай приезжает делает. Да. Мы будем всегда только зубы. Ну, в общем, ладно, ребята. Смотрите. Все когда-то происходит впервые. Сразу первый секс. Ну, ладно. Видите, все получается. Возвращается. Еще немножко, еще чуть-чуть, и мы завершим. Возвращается. Я, правда, это все знаю, но, наверное, это так. Кто-то скажет, что я не умею, но ничего, мне нравится. Все. Как-то так. Ой, нау. Ой, счастливая рука поцелова. Правильно, нет? Ну, нет, я должна уходить. Железко у нас там уже заветно с папой. Думали, где мы здесь вообще. Очень большие, мне не очень удобно. Маленькие мне хорошо. Маленькие уйти. Вот так вот. Ты снимаешь, что ли? Ну ты папа Рассан. Давай, осталась еще чуть-чуть. Сейчас. Завершу так. Я думаю, что, наверное, лучше сделать вот так. вот тут у меня что-то не хочет, но ничего, я наверно маленькую сейчас доделаю, вот тут у меня очень ровно правда, наверное, тут не надо выравнивать, потому что тут это все будет заливаться, ребят, зачем я это выравниваю? как вы думаете? не надо мне ничего выравнивать, смотрите, какая прелесть у меня получилось! итак, мы дошли до этапа укладывания трубы теплого пола пэт почему он пэт, я не знаю, но в общем мы так его назвали, может не мы итак, что у нас будет, еще раз, кто хочет это понимать у нас вон там внизу, вот тут одна вообще всю эту трубу, правильно? внизу левая, левая, вот левая, это уходит в коллектор, а вот эта вот правая, вот она, она у нас уходит уже, чтобы мы начинали укладывать петли да, вот про коллектор я потом покажу, мы сейчас начинаем укладывать петли как это делается? просто берется хомуток, которого мы купили мало, то что тут, конечно, будет очень мало, у нас уже 30 ушло на вот эту вот сетку, которую мы тоже закрепляли ну и расстояние где-то по-разному, да? не, расстояние 15 сантиметров между петлями 15 сантиметров, мне кажется, видишь 20, ну ладно, в общем, 15 сантиметров между петлями нет, петли имеется ввиду трубы если трубы, а их тоже нужно обрезать, мы там обрезали потом вот эти конечки или нет мы все-таки обрезали ножницы будем обрезать обязательно ну давай я буду обрезать потом там дырочки такие, конечно, узеньки совсем маленькие, чтобы можно не попасть я пробовала филосетку делала может это потом? потом тут мы сейчас еще и намазали это интересно жидкостью гидроизоляция да ну вот потихонечку потом эта труба будет, наверное, вот здесь, да, где-то уберем ее потихонку делаем дальше закруглять может придержать тебе немножко ее? могу другую тут сила, да, на тапликану? смотрю, она не очень сложится, эта труба ее сгибать надо, чтобы не сломать к сожалению, зрение плохое да это молоденький, наверное, раз в раз быстренько, да, что-нибудь делаю в хозяин и все так, надо труба лучше расплачивать ну все хорошо, потом продолжим, покажу вот 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 у нас получается приходится тяжело постоянно вот вот этот провод, он очень скручен и его надо постоянно раскручивать он очень жесткий еще продолжим ну вот уже сегодня вечер и мы к вечеру уже сделали вот такая красота у нас получилась вдвоем с моим мистером Геннадием просто супер на сегодня все поддержите наше начинание ставьте лайки ничего нет невозможного как сказал Эйнштейн двигайся чтобы сохранять равновесие с в в в в в Продолжение следует...